Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал Тактик Медиа, его ведущий Артём Драбкин. Мы продолжаем цикл лекций в рамках проекта «Подвиг второй ударный», реализуемый в фондном таблоге при поддержке госкомпании «Автодор». И сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Алексей Исаев, и мы с ним разговариваем про полное снятие блокады Ленинграда. Добрый день, Алексей! Добрый день! Прежде всего, надо определиться терминологией. Что такое окончательное снятие? В чем была задача после того, как коридор был пробит? Дело в том, что город продолжал подвергаться обстрелам немецкой артиллерии. Более того, один из сильнейших обстрелов Ленинграда состоялся летом 1943 года, уже после прорыва блокады, когда на город за один день обрушилось свыше 2000 снарядов. И группировка немецкой артиллерии стояла достаточно близко, чтобы прострелить практически весь город. И вообще за все время блокады на город обрушилось ни много ни мало 148 тысяч немецких снарядов. Это подсчеты советских постов. То есть, это именно те снаряды, которые попали в Ленинград, в его районы. Причем, обстрел осуществлялся достаточно хаотично. И целью были именно жилые кварталы. То есть, это скорее всего-таки террор? Это был именно целенаправленный террор. И существовали приказы еще 1941 года о разрушении Ленинграда артиллерии. И эти приказы просто целенаправленно выполнялись. И вообще говоря, именно в 1943 году потребовалось создание и был создан так называемый контрбатарейный корпус. В который вошли и 137 стволов артиллерии фронта, и 58 стволов 101-й морской железнодорожной артиллерийской бригады. Там были орудия до калибра 356 мм с еще царских времен. На самом деле, немцы, несмотря на то, что приказы были отданы еще в 1941 году, они сохраняли к концу декабря 1943 года. То есть, незадолго до того, как началась операция по окончательному снятию блокады, весьма многочисленную группировку. На самом деле, пик активности, он был в расчете на один день в 1943 год. А так, довольно большую группировку, переброшенную из Крыма, немцы имели в 1942 году, во второй половине, когда находилась под Ленинградом даже знаменитая Дора. Когда то орудие, которое гигантское, что называется, самое большое орудие за всю историю войн, его перебросили под Ленинград. Но, к счастью, в дело оно не пошло. Но, невзирая на это, имелись совершенно уникальные орудия. Это были, например, орудия 240 мм, 24 см. По немецкой классификации повышенной дальнобойности, разработанные незадолго до войны. И они были способны стрелять на 30 км. Соответственно, борьба с ними тоже представляла довольно серьезную проблему. Просто банально, ввиду большой дальнобойности, нужно было до них достать. До этих орудий. Также у немцев были железнодорожные пушки. К-5, так называемые. Знакомые с историей Второй мировой войны в целом, знают такую историю про Ансо Энни. Это когда плацдарм союзников под итальянским городом Ансо постоянно подвергался обстрелам железнодорожными орудиями, калибром 280 мм. И таких орудий под Ленинградом было две штуки. И они тоже обладали большой дальностью стрельбы. Трудных было ловить. И вообще говоря, в какой-то момент артиллерия города и флота стала работать на упреждение. То есть по районам предполагаемого расположения заранее ввели обстрел. И опять же, чтобы представить себе порядок цифр, за вторую половину 43-го года артиллерия контрбатарейного корпуса выпустила 50 тысяч снарядов крупного калибра, начиная от 122 мм. Причем немцы тоже приноравливались к постоянной борьбе с артиллерией защитников города. Они даже позиции свои делали нетипично. То есть одно орудие от другого находилось там на расстоянии 300-500 метров. И фактически целились не в батарею, а в отдельное орудие. Ну и надо сказать, что на это все наложился отпечаток характеров тех людей, которые осаждали город. Это были артиллеристы, достаточно опытные. И когда командующий армией артиллерист, то он, естественно, всю эту свою артиллерию ставит на службу тем задачам, тем приказам, которые были обозначены в 1941 году, невзирая на осмысленность этих приказов. Поэтому вопрос тем, чтобы отбросить немцев от Ленинграда, оставил достаточно остро. И стоял он не только в плане вывода из-под обстрелов артиллерии вот этой артерии, снабрающей город, железной дороги, идущей по южному берегу Ладожеского озера, но и самого города. Ну и, разумеется, железная дорога, идущая через Мугун и Ленинград, она существенно облегчила бы жизнь горожан и вообще снабжение города. Но немцы плотно занимали высоты на подступах к железной дороге, и автотрассе. Соответственно, снабжение было хуже, чем могло бы быть при освобождении этих трасс, которые были построены еще до войны. Поэтому планирование велось, и неудачи лета 43-го года, когда не удалось понять блокаду, что называется, в лоб ударами по немецкой группировке, стоящей к югу от этого бутылочного горла, уже освобожденного Красной Армии в январе 43-го года. Планирование велось в течение длительного времени, и идея появилась весьма свежая, так скажем, действительно свежая, без преувеличений, и она заключалась в том, чтобы сменить вообще направление удара. Сменить направление удара и наносить его теперь с Арниенбаумского плацдарма, того пятачка, на самом деле, достаточно небольшого по своей площади, которое сохранили в сентябре 41-го года. Чуть-чуть расскажи про него, потому что мы, на самом деле, его практически не касались в наших лекциях. История образования его такова. Если нанести на карту его профиль, то он довольно точно совпадает с дальностью огня морской и береговой артиллерии. И на удержание этого района конечно не могло состояться без активного участия Кронштадта и береговых батарей. Имеется в виду, например, Красная Горка. Достаточно известная батарея еще по Гражданской войне незабываемой 19-й. Такая культовая была пьеса незабываемой 19-й. И повествовал как раз о событиях в этом районе. В конце августа и начале сентября, когда немцы подошли вплотную к Ленинграду, один из ударов, который наносился, он наносился как раз в направлении Финского залива. И была рассечена советская группировка, стоявшая на посту к Ленинграду, защищавшая Ленинград на две части. На большую по размеру обронявшую город и опиравшуюся своим левым флангом на район Шлиссельбурга, на Неву. И соответственно, правый фланг упирался в Финский залив. Остался изолированный кусочек, раненбаумский плацдарм, который естественно, попытались сразу же восстановить сообщение между городом и раненбаумом, потому что на самом деле главная проблема была, естественно, снабжение. Потому что он снабжался только по воде. Вода это означает зимой лед. Вообще говоря, крайне ненадежное снабжение. В любой момент немцы могли нанести сильный контрудар и сбросить защитников в Финский залив. даже невзирая на помощь артиллерии предпринимается такая, я бы сказал, хитро продуманная операция. Планировщиком на верхнем уровне был Георгий Константин Джуков и можно даже назвать такой морской маркерд гарден. Когда высаживается цепочка десантов, наносится удар по суше и восстанавливается сообщение. Но, к сожалению, эти десанты потерпели неудачу. Петергофский десант. Петергофский десант, пожалуй, наиболее трагической истории. Все, кто был в Петергофе, наверняка помнят памятник Петергофскому десанту, когда действительно мотивированный, хорошо подготовленный личный состав попытались высадить в районе парка Петергоф и фактически он напоролся достаточно плотную оборону немцев и катера не смогли близко подойти к берегу, высаживали людей довольно глубоко и все это происходило в октябре 41-го года. Вода, прямо скажем, не в Сочи в разгар сезона и много людей просто утонули. Эта история была, пожалуй, одна из самых трагических в борьбе за Ленинград и тем не менее удалось осенью на самом деле в том числе десантами ударом бригады потому что был нанесен по суше 124-я танковая бригада попыталась пробиться на соединение сухопутной части морского маркогарда тоже неудачно встретила зенитки бойцы оборонялись танков в общем-то очень драматичные были моменты истории борьбы за Ленинград но все эти действия включая ураган на огонь морской артиллерии они позволили сохранить плацдарм час которого пришел в 44-м году в чем вообще была задумка и как она стыковалась с положением немцев в условиях когда весь остальной советский германский фронт сыпался группа армий север была таким относительным островком спокойствия из которого изымали резервы поэтому когда в конце 43-го года встал вопрос откуда брать очередные резервы для латания дыр на Украине потому что на Украине как раз в этот момент Красная Армия успешно наступала и для того чтобы восстанавливать фронт нужны были дивизии прежде всего пехотные их стали изымать из состава группы армий север и в результате если посмотреть на численность тех стволов и того личного состава который остался в группе армий север непосредственно под Ленинградом это конкретно 18-я армия отбивалась она летом 43-го года от советских наступлений в численности боевой численности пехоты 96 тысяч человек к концу 43-го года просел до 64 тысяч человек то есть по сути в полтора раза уменьшилась численность именно пехоты и естественно немцы были вынуждены расставлять свои дивизии так чтобы выдержать следующее наступление следующее наступление тоже в принципе ожидалось что будет по прежней конве то есть удары в направлении МГИ и на самом деле у немцев был еще план Б на случай если все посыпется вот та самая линия октябрьской железной дороги которая шла в город она должна была стать очередным опорным рубежом то есть прямо так и называлось что позиция по дороге но тем не менее на нее пока отходить не разрешали и на самом деле ситуация была немножко даже с элементами комизма когда Кюхлер командующий группой армий Север на совещании у Гитлера в конце декабря 43-го года так осторожно говорит о том что в принципе мы можем отойти потому что была подготовлена линия Пантера линия Пантера которая шла от Финского залива дальше на юг мимо Чудского озера и дальше на самом деле составляла часть восточного вала вплоть до Днепра эта линия Пантера она пока находилась в тылу группы армий Север на нее можно было в какой-то момент отойти и более того осенью 43-го года немцы начали выселять за эту линию Пантера часть местных жителей причем начали они с насильственного усиления естественно сразу резко возросло сопротивление и начали они проводить такое разделение кого можно вывести кого нельзя вывести на самом деле речь шла сотнях тысяч человек которые гонялись на работы на запад эти все мероприятия шли уже осенью и по сути все было готово к тому чтобы группа армий Север ушла на линию Пантеры вот Кюхлер на совещании одном говорит что мы в принципе готовы держаться и ссылаясь на Линдемона командующего 18 армии он говорит так что вообще люди хотят остаться на прежних позициях на самом деле ожидая что Гитлер ему скажет да не надо на старых позициях у вас есть отличная линия Пантера вот вам приказ отходите Гитлер сказал если ребята хотят оставаться на своих позициях пусть они там остаются и Кюхлер попадает в дурацкое положение он как бы сам предложил никто его за язык не тянул и он пытается объяснить о том что ну вот на прежних позициях но при сохранении прежнего состава но уже никто не слушает из группы армии севера выдергивается последовательно одна дивизия за другой выдергивается во первых конечно элитная первая пехотная которая еще за нескольким пятачок билась коммунистическими полками вообще была одним из самых устойчивых соединений во всей группы армии севера выдергивают 96 пехотную дивизию выдергивают 254 все это рекой идет на Украину 5 егерскую в общем все это идет как бездонную бочку в южный сектор советско-германского фронта а сил немецких войск неуклонно уменьшается и те дивизии которые остаются они очень неодинаковые и те соединения которые стоят напротив плацдарма они как раз являются одними из худших худших во-первых потому что это две полевые дивизии личный состав передан из Люфтваффе из персонала Люфтваффе подготовка офицерского состава очень так себе боеспособность явно хуже чем средний уровень по армейцам но этим дело еще не заканчивается поскольку советский план он был довольно таким замысловатым и продуманным и заключался в том что не просто наступление с плацдарма то есть это была как бы часть А а часть Б заключалась в том что изнутри кольца наносился удар и в качестве главного тарана в этом ударе должен был выступить тот самый 30-й гвардейский корпус Симоняка который был неизменным участников предыдущих операций и должен был последовать удар с плацдарма раньянбаума изнутри кольца причем 30-й корпус передавался 42-й армии которая до этого сидела в обороне в течение длительного времени удар по сходящимся направлениям срезается немецкая группировка стоящая у финского залива и дальше развивается наступление на юг и тем самым обходят наиболее крепкие позиции пангой и вот этот удар с двух сторон он оказывается для немцев крайне опасным ввиду того что он нацеливается на наиболее слабое соединение то есть с одной стороны конечно на поступок раненбаумском плацдарме есть полевые дивизии плюс нордланд но на тот момент нордланд это недавно сформированная эсэсовская дивизия которая еще не имеет большого боевого опыта она собрана из фольксдойчей она прямо скажем не подарок по части уровня подготовки личного состава и вообще говоря весь раненбаумский плацдарм он обложен новичками новичками в сравнении со всеми остальными лучшие дивизии стоят под мгой а те дивизии которые стоят напротив удары изнутри кольца они тоже в общем не подарок если посмотреть кстати рекомендую недавно высшую книгу именно по этой операции не приводится данные страны немцев о состоянии собственно тех дивизий которые стояли у плацдарма и там говорится о том что вот 170-я пехотная дивизия которая как раз таки должна была попасть под главный удар советского наступления она является худшей на самом деле по опыту предыдущих сражений она показала себя прямо скажем не лучшим образом устойчивость способность держать удар наносить ответные контрудары прямо скажем не сам острый наш столе и вот этот не сам острый наш столе его поставили на пассивный участок а лучше там например как лучше численности 11-й пехотный дивизий который как раз отражал советские наступления в 43-м году она стоит и ждет у моря погоды под мгой и надо сказать что еще и по вооружению они отличались те соединения которые стояли под мгой Синенинские высоты они еще вооружались дополнительно штурмгиверами то есть новейшее вооружение штурмгивера они использовались для вооружения пехоты поскольку там были бои именно человек с человеком и по результатам первых испытаний они как раз говорили о том что русские быстро убивают наши пулеметы а когда у нас есть штурмгивера мы можем компенсировать потерю пулеметов у меня на сайте есть интервью с Готфридом Эвертом как раз командиром роты 11-й пехотной дивизии он как раз рассказывал про применение штурмгиверов там да ну вот и еще естественно Гитлер приказывая оставаться с одной стороны он конечно давал определенные конфетки такой конфеткой для группы армий север стал конечно же не Норланд который был тем еще подарком конечно постепенно он пооптерся потом обронился в Берлине уже более будучи более боеспособным но тем менее Гитлер проявляя заботу и в кавычках и без кавычек группы армий север сказал что у нас есть возможность поставить на фронт танки пантера с вооружением но без двигателя и они это обсуждали с Гудерианом и в том числе группы армий север достались те самые пантеры в качестве неподвижных огневых точек при этом это не на линию пантера одноименную с танком именно на те позиции которые группа армий север занимала до начала боевых действий и если посмотреть сколько их там было они были равномерно раскиданы например на участке 9 авиаполевой дивизии там было 2 пантеры как стационарно огневая точка на участке 10 авиаполевой дивизии 5 пантер а всего было 13 машин расставленных в качестве неподвижных огневых точек причем как обычно приказ отдается какой поставить корпус без двигателя без ходовой только с башней когда это доходит до исполнителя берут танк у нас есть пантера есть пантера вот ее грузите отправляйте и ставьте в качестве неподвижной огневой точке независимо от ее состояния так что были машины с двигателями то есть на самом деле как всегда приказ спустили одно исполнили по-другому и в итоге все недовольны помимо этого конечно же были пантеры совершенно обычные чуть больше 20 штук насчитывалось в составе собственно СС на тот момент уже был поднят до уровня корпуса под командованием Штайнера еще имелись штурмовые орудия то есть всего в третьем танковом корпусе СС который оборонялся на подставах Плазарма было 40 штурмовых орудий что в общем не так мало прямо скажем разумеется были обычные противотанковые пушки все это конечно отвечало задачи удержания позиции под возможным ударом советских танков поскольку советская танковая группировка она тоже была довольно внушительна на Плаздарм переправляли вторую ударную армию которую в тот момент возглавлял Федюнинский я бы так сказал Криатура Жукова первоначально там была Приморская оперативная группа на Плаздарме с момента накопления войск перевели управление второй ударной армией так вот во второй ударной армии было ни много ни мало 248 танков и самоходок в основном 34 то есть больше половины это были 34 было всего 5 КВ это объяснимо поскольку это надо было все возить по Финскому заливу более мощная в качественном отношении группировка была 42 армия там было аж 85 КВ 20 Черчиллей а всего 381 танк а всего в итоге к операции привлекалось около 600 танков при этом это не какой-то например танковый корпус все было сосредоточено в танках и самоходках которые предавались пехоте то все нацеливалось на непосредственную поддержку наступающей пехоты что в общем было логично в той лесисто-болотистой местности в которую предстояло наступать а во второй ударной сколько было численность численный состав пехоты численный состав был 92 тысячи человек то есть он просел по сравнению мы говорили о том что в сентябрьских боях 42 года там было чуть ли не 140 тысяч да ну тут плацдарм конечно он был ограничены по размеру и несмотря на то что подтянули по численности стрелковой дивизии но все равно вторая ударная она была под 100 тысяч это на самом деле немало для красной армии того периода там даже 60-80 тысяч человек это было вполне обычно для обычной общевойсковой армии 42 армия в свою очередь насчитывала 122 тысячи человек вот она была называется реально тараном который должен был пробивать действительно прочную оборону хотя противостояли конечно не лучшие дивизии но тем не менее оборона строилась аж 27 месяцев понятно что за 27 месяцев можно построить все что угодно с точки зрения фортификации действительно строилось очень много всего это потребовало привлечения всей артиллерии одним из плюсов плана который был предложен для операции запланированной на начало 44-го года было привлечение артиллерии флота была сотня орудий калибром более 100 миллиметров включая три оставшиеся боеспособные башни с линкора Марат который уже был переименован в Петропавловск и соответственно те самые башенные батареи 305 миллиметров форта Красная Горка которые помогали в 41-м теперь они должны были бить по немецкой обороне в 44-м возникает логичный вопрос что думали немцы об этом плане вскрыли ли они его потому что всегда огромная проблема становилась когда немцы планы вскрывали ответ двойственные с одной стороны немцы и это документально подтверждено в том числе отрисовкой советского плана на карте приготовление увидели они действительно понимали что скорее всего будут нанесены удары с рейненбаумского плацдарма и навстречу ему изнутри кольца вокруг города ну к тому моменту не кольцо конечно так скажем подкова и этот план был вскрыт но немцы недооценивали масштабы будущего наступления масштабы именно с точки зрения количества войск которые будут задействованы и одним из показателей которые реально использовали разведчики группы армии север был источники пополнения они считали всерьез считали документально подтверждено что единственным источником пополнения для операции являются только жители самого Ленинграда что конечно же было не так но делались такие далеко идущие выводы в том числе разведчику разведку группы армии север очень вдохновило известие о том что под Невелем пошли в бой 2000 человек пополнения как раз из Ленинграда скорее всего это какое-то случайное стечение обстоятельств то есть эти Ленинградцы могли быть вывезены два года назад где-то обучаться в запасных батальонах потом оказаться на фронте просто куда пошлют это совершенно ничего не говорило о реальных планах но в своих оценках обстановки немцы исходили именно из этих расчетов это сейчас выглядит уже как некое затмение на самом деле сознание то есть желаемые выдавались за действительное но при этом действительно не спешили отходить есть разного рода легенда то что какие-то тайные планы в тайне от Гитлера это не сказать что подтверждается но тут надо сказать еще о соображениях Гитлера которые заставляли его оставлять группу армии север на тех позициях на которые она оставалась это ленинградская промышленность крупное оборудование не было вывезено если группа армии север без веских на то оснований отходит на линию пантера в Ленинград можно привезти рабочих можно привезти недостающее оборудование восстановить промышленность она заработает и на фронт будут поступать орудия танки сделанные на тех станках которые сейчас стоят без электричества без работников и вообще на линии фронта по ним стреляет та самая артиллерийская группировка строго говоря фюрер как воду глядел как только все закончилось начали восстановление производства на старом кировском заводе и даже успели что-то до конца войны выпустить вопрос что это на фронт уже не попало но тем менее соображения были вполне логичными если там группа армии север бы отошла на линию пантеры где-нибудь там летом 43-го года то вполне могли успеть до конца войны боевые машины выпущенные в Ленинграде попасть куда-нибудь на фронт под Берлин поэтому группа армии север оказывается в ситуации когда нечеткое представление о планах советского наступления резко снизившаяся группировка войск с изъятием достаточно крепких дивизий и еще один момент который пожалуй работал на скорее на группу армий север это сохранившаяся артиллерийская группировка вот если смотреть статистику сколько чего было в группах армий то группа армий север по сравнению с другими группами армий центр юг она сохраняла достаточно стабильное свою артиллерийскую группировку вплоть до конца 43-го года и артиллерия резерв главного командования она оставалась практически стабильна на одних и тех же позициях под Ленинградом но это не только для обстрела это именно орудие общего назначения так-то для обстрела использовалась достаточно такая специфическая группировка которая была не самая подходящая например для отражения советских наступлений а тем временем готовится наступление перевозили войска на плацдарм в течение долгого времени причем в последний момент даже возили самолетами как пишут в отчетных документах последних бойцов перевозили аж самолетами но при этом старались держать все в глубине то есть и на плацдарме и на втором направлении удара основная группировка долгое время находилась в глубине только в последний момент выдвигалась на передовую при этом те бойцы которые бойцы командир которого вывели и держали в глубине они изо всех сил вели тренировки вели тренировки по преодолению препятствий причем в учебных планах пишется взрывное преодоление препятствий то есть массово должны были использовать взрывные средства чтобы уничтожать проволочные заграждения минные поля противотанковые препятствия и только за двое суток до начала операции идет выдвижение вперед причем на раненбаумском плацдарме фронт продолжала занимать та же самая 50-я стрелковая бригада которая там оборонялась много месяцев даже если бы немцы посылали своих разведчиков то максимум что они могли захватить это бойца или командир 50-й стрелковой бригад который бы развел руками сказал ничего не знаю ничего не видел сижу тут второй год и ну да мы там подрываем ваше укрепление но вот мы нам дан такой приказ был дан приказ спер начиная с 1 января 44 года активно подрывались немецкие проволочные заграждения еще какие-то валы понастроенные всякие в процессе тех многих месяцев которые длилась вооруженная борьба под Ленинградом это все подрывали в течение почти двух недель и только в ночь соответственно с 12 на 13 выдвигается тяжелое оружие пехоты в ночь с 13 на 14 выдвигается непосредственно сама пехота занимает окопы причем опять же одной из задач стрелковой бригады было накопать усов в направлении позиции противника чтобы меньше бежать при артподготовке то есть сближение с противником при этом действительно все это делали те бойцы которые оставались на позициях из старых частей вот наступает утро 14 января 1944 года гремит артиллерийская подготовка первоначально она гремит только на раненбаумском плацдарме то есть раненбаум начинал первым то есть вторая ударная армия начинала первой причем заранее еще подготовили такую вещь как подрыв последних заграждений заблаговременно заложили взрывчатку проложили провода и рванули то есть в какой-то из моментов артиллерийской подготовки еще поворот машинки и взрываются там последние проволочные заграждения начинается наступление атака развивается достаточно успешно поскольку авиаполевые дивизии побежали но при этом при этом немецкое командование вот это так сказать начальный удар оно расценивает как все идет по нашим предположениям это локальная операция с целью соединения рейненбаумского плацдарма с главными силами это ничего страшного мы это переживем мы этот вот объемся а тем временем накапливаются силы уже в полосе 42-й армии корпус Симоняка выходит на позиции причем здесь надо понимать что вот этот вот выход тайно по заранее промеренным маршрутам он конечно же тоже происходил не без потерь то есть вообще говоря местность была не самая благоприятная для советского советских позиций именно ввиду того что они были открытыми и когда выдвигались вперед то это даже при хаотичном неприцельном стрель неприцельной стрельбе немецкой артиллерии выдвижений по траншеям все равно были убиты то есть было убито в корпусе 16 человек убитых еще примерно 25 человек ранеными в процессе самого выдвижения это конечно немного в сравнении с потерями в операции в целом но тем не менее это все происходило под аккомпанемент немецкой артиллерии то есть немецкая артиллерия непрерывно долбила на всякий случай все возможные подходы к переднему краю и только в последнюю ночь в ночь 14 на 15 января группировка 42 армия занимает позиции главной ударной силой действительно становится корпус семянника который не был вскрыт идут в атаку при этом местность прямо скажем была не сахар но вот что отмечается в отчетных документах корпуса это то что инженерная подготовка выше всяких похвал то есть все что можно было сделать на своей территории просчитать подготовить все маршруты для тяжелой бронетехники причем заметим там тяжелые КВ и это все по достаточно такой непростой местности по Ленинградам и фактически вплоть до выхода на исходные позиции для атаки ни одной застрявшей машины на самом деле уровень подготовки очень высокий еще сразу можно сказать что в ходе наступления основным средством съесть было радио хотя были жалобы то что не все нормальные адекватно им пользуются но тем не менее основным средством было радио и в этих условиях при прямо скажем сомнительной местности иной расстанки вынуждены были двигаться фактически колонной гуськом выйдя с вот этого тщательно подготовленного инженерами трамплина вглубь немецкой обороны немецкая оборона сносится можно сказать ураганным огнем даже сам корпус семняка расстрелял в ходе операции около там 350 минус снарядов 350 тысяч снарядов и мин понятно что где-то 150 тысяч это минометы от полтинников до 120 миллиметров но все равно это очень мощный огонь средствами выше то есть армейскими билой артиллерии 152 и корпус вот просто корпус семняка поддерживала 24 сталинских кувалда то есть орудий б4 с достаточно большим расходом боеприпасов и стреляли долго то есть там подготовка час 40 была и естественно это произвело на немцев достаточно такое серьезное впечатление и вообще говоря ожидаемо ну понятно что мы то есть советское командование это не ожидало но немецкая оборона начала сыпаться именно потому что там сидели не самые ножи в столе вопрос который меня интересовал специально это что же случилось с этими пантерами которые были вкопаны вкопаны в гнилой грунт они там ржавели так вот 6 вкопанных на участке прорыва танков пантера смогли подбить барабанная дробь 1 т34 то есть они вообще надежд не оправдали абсолютно потом немцы захватили какой-то документ из которого выяснили очень простой ответ на вопрос почему козырной туз который был самим фюрером дан прям в руки Штайнеру он не сыграл все было тщательно отфотографировано и стоящие на месте в течение многих недель пантеры сюрприз были обнаружены аэрофотосъемок соответственно как говорится их обвели кружочками аккуратно просто обошли или расстреляли поэтому вот это как говорится свежая идея Гитлера о том что вот будет чудо-ороже потому что он вообще то что он нес Гудериану при подготовке всего этого действия это было за грани добра и зла он говорил что вот мы потеряли 600 пантер за год а вот если бы мы их поставили в ряд вдоль всего фронта это было бы чудо-оружие понятно что Ленинград показывает красноречиво что никаким чудо-оружием это не стало бы просто по простой уважительной причине что это и обнаруживается и выбивается потому что это просто плохой дот понятно что у немцев были кстати на направлении удары 42 армии вполне полноценные доты и по ним работала морская артиллерия бетонные да бетонные именно бетонные то есть долговременно огневые точки так-то везде в основном дзоты причем на поступок к Раненбауму были еще и с обеих сторон фронта такие валы то есть строили из дерева земли надземные окопы потому что копать грунт было совершенно бесполезно там сразу заливалась водой ну и значит 170 ПД которое с самого начала считали не самым острым ножом в столе начинает сыпаться и дальше цитирую донесение пехота дивизии не может больше держаться частью без причин отходит даже бросая оружие кажется что пехота 170 ПД по причине значительных потерь в офицерах не выдержала морального и физического напряжения последних дней это донесение из корпуса в армию ну и соответственно командир 50 армейского корпуса Вегенер сообщает командиру 170 дивизии новый приказ согласно которому все солдаты уходящие в тыл должны быть остановлены кто откажется подчиниться приказу будут расстреляны то есть приказ номер 227 но в исполнении корпусного командира под Ленинградом в январе 44-го года все эти приказы уже оказываются бесполезными и бесполезными оказываются переброски резервов более боеспособных дивизий вообще вообще надо сказать что незадолго до начала операции немцы переместили из района МГИ поближе к Раненбауму и соответственно внутренним фронтам окружения одну из пехотных дивизий но большого эффекта это не дало и попытки перебрасывать к месту прорыва отдельные батальоны боевые группы из числа даже боеспособных дивизий то есть там например перебросили батальон такого крепкого орешка 11-й ПД но он фактически там сгорел за два дня понятно что один батальон даже хорошо подготовленных бойцов в условиях сыплящегося фронта в условиях ураганного огня артиллерии на всякий случай скажем что авиация летала слабо по причине плохой погоды вообще это бич всех операций которые осенний период это то что погода неблагоприятствует и начали операцию в условиях когда авиационная группировка пусть не самая сильная на самом деле она выполнила за день там всего 250 вылетов это в общем очень мало даже на фоне летних боев там же под Ленинградом под МГОЙ ни ССовцы ни полевые дивизии не сдерживают тот удар который последовал это было в общем ожидаемо и пожалуй определенным таким успехом ну сомнительным конечно для немецкого командования это стало то что при соединении 19 числа в районе Ропши вторая ударная 42-я армия соединяются и образует такой небольшой котел но из этого котла немецкой и авиаполевой дивизии 126-й пехотной которая стояла прям упираясь в финский залив она кстати была не худшим соединением но немцы рассчитывали удар по кратчайшему расстоянию а тут удар последовал в глубину и последовал по наиболее слабым соединениям это естественно предсказуемо привело к коллапсу но тем не менее в районе Ропша скажем так в Ропшинском котле с трофеями наступающих войск стало 265 орудий обстреливавших Ленинград именно из той самой группировки в том числе 85 тяжелых их вообще собирались в последний момент подорвать но в итоге что-то не успели что-то начали разбирать пытались вывозить потому что орудия были того типа которые используются в собранном состоянии для того чтобы их вывести надо разобрать поэтому на снимках видно в том числе и разобранные артсистемы которые начали разбирать но не успели разобрать и вывести если говорить о том что конкретно немцы потеряли то есть совершенно это четко известно по документам это 8 210 мм орудий 38 подарков французов это орудия 220 мм французские мортиры времен первой мировой войны но на самом деле для Ленинграда этого хватало плюс была захвачена железнодорожная установка короткий бруно чешская пушка 240 мм и 6 210 мм именно пушек К-38 то есть на самом деле захватили довольно много и конечно вот это раскиданные там чешские орудия которые попали на все фотоснимки они в очередной раз к сожалению вынуждают констатировать тот грустный факт что лучше бы их чехи в 38 году или там 39 марте взорвали потому что просто постоянно участник всех операций и принесли они нам эти чехословатские 305 мм много проблем и конечно же лучше бы их не было конечно в наступлении которое проводил Ленинградский фронт они вряд ли могли его остановить ну и реально конечно не остановили ни они ни пантеры это все не дало и блокада Ленинграда с захватом этой артиллерийской группировки по сути закончилась город больше не услышал тех самых выстрелов тех самых сигналов тревоги это наконец-то прекратилось вот это наконец-то прекратилось только в 20-х числах января 44-го года одновременно с войсками Ленинградского фронта наступал Волховский фронт под Новгородом Новгород был освобожден 20-го января причем с окружением в плен было взято около трех тысяч солдат и офицеров противника и в итоге в 20-х числах января немцы начинают стремительно отходить то есть они начали отходить на пантеру да они сначала попытались отойти на позицию рольбан то есть как раз дорога идущая шоссе железная дорога идущая Москва-Ленинград на рольбани не удерживаются начинаются отходить дальше 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 начинается преследование причем в отношении преследования в отчетных документах советских довольно много критики о том что не пытались обходить и преследовать в достаточном масштабах параллельными маршрутами ввиду может быть недостаточного опыта таких маневрных операций по сути двигались по следам отступающих сталкивались с их заслонами эти заслоны преодолевали и пытались там обойти их охватить вообще конечно попытка такого придать наступлению маневренность она имела место причем попытались ускорить замыкание котла водом бой танков то есть танки с десантом но когда эти танки попытались двинуть вперед причем замечу что командиром 42-й армии командующим 42-й армии был такой своеобразный человек как Масленников это генерал от НКВД то есть это человек пришедший в армейскую среду из НКВД иногда его называют так сказать ставленником Берии человек очень такой властный участник многих наступательных операций позиционных сражений и соответственно Говаров командующий фронтом как вспоминают люди давил Масленникова с тем чтобы тот вводил в бой подвижную группу с танками когда попытались ее ввести она что называется в затылок друг к другу уперлась на неподходящей местности была встреча на ураганном огнем противотанковых орудий которые тоже бились помимо этих всех свежих и сомнительных идей с пантерной у немцев понятное дело имелось полно адекватных времени противотанковых пушек в том числе 88 мм дальнобойные которые в общем любой советский танк пробивали с любой реальной дистанции боя вот этот вот ввод подвижной группы еще в процессе боев он успеха не имел именно неудача с вводом этого отряда она способствовала тому что немцы успели выскочить из этой мышеловки которая получилась от замыкания с двух сторон ударами 42-й и 2-й ударной под ропшей ну традиционно вопрос возникает относительно потерь значит что касается потерь понесенных сторонами в процессе боев наиболее интересен нам в данном контексте период с 14 по 31 января 44-го года если брать только ленинградский фронт причем необходимая ремарка это то что и у одной и другой стороны по документам проходят большие проблемы с подсчетом потерь то есть есть и приказ ленинградского фронта критикующий там безобразный уровень ведения документации по потерям и соответственно с немецкой стороны тоже есть определенные претензии но те цифры которые есть значит итоговая цифра потерь ленинградского фронта безвозвратные потери с 14 по 31 января 23 тысячи человек соответственно общие вместе с санитарными 92 с половиной тысячи человек противостоявшая ленинградскому фронту 18 армия потеряла безвозвратно 12 тысяч 400 человек и общие потери 35 тысяч ну можно сказать 36 35 987 то есть на самом деле это конечно даже не 1 к 3 где-то 1 к 2 с половиной все-таки Волховские фронты надо было бы к нашим добавить 18 армия это ему тоже противостояло оно если мы посчитаем полностью всю ленинградско новогородскую операцию которая проводилась с 14 января по 1 марта то есть включая на самом деле начало позиционных боев почему я специально выделил на самом деле автор этой книги Сергей Берек он совершенно справедливо выделил потери период 14-31 января это именно снятие блокады если же посчитать все потери которые имели место до 1 марта то есть это уже включая выход на подступы к Нарве то есть это уже выход к линии Пантера и даже завязка боев на этом направлении безвозвратные 56 тысяч пятьсот шестьдесят четыре человека и общие 227 тысяч четыреста сорок человек это вот за всю операцию да а по 18 армии по 18 армии настолько развернутых данных нет то есть здесь уже вот к сожалению есть только за январь то есть вне в целом можно оценить что может быть где-то около может быть даже пятидесяти тысяч безвозвратных потерь то есть по крайней мере если брать вот только 18 армии там что с 14 января по 15 февраля только раненые больные 60 тысяч человек это в условиях отступления там потери убитым пропавшим без вести 10 тысяч это такая очень осторожная оценка потому что на самом деле даже подсчеты по более короткому периоду дают большую цифру но в целом можно сказать что соотношение близко к 1 с половиной да с половиной то есть на самом деле один к двум один к двум с половиной то есть уже так сказать все поворачивалось в другую сторону чем дальше тем это соотношение улучшалось и на самом деле мы это видим от лекции к лекции потому что период к периоду если мы начинали в 42-м году один к десяти потом шли через 1,6 потом один к трем и вот так сказать к 44-му году подошли да это опять же уже ухудшается подсчет и скорее всего там данные неполные значит еще надо сказать про потери танков потери танков в ходе январского именно январского наступления 375 единиц то есть 600 машин потеряли правда не все безвозвратно 375 машин у немцев в качестве уничтоженных проходит полсотни машин включая пантеры и тигра на самом деле это такая уничтоженные это именно те которые пришлось бросить помимо этого имелось там еще изрядное количество машин там около полусотни в долгосрочном ремонте и это скорее отражение того что у немцев было мало бронетехники под Ленинградом были эти похоронены в качестве огневых точек пантера и тигры можно сказать практически не сыграли то есть по сути батальон тигров который действовал под Ленинградом он достаточно слабо поучаствовал в боях и ну скажем так видимый эффект от его действия был уже скорее ближе к нарве поэтому несмотря на наличие новейшей бронетехники достаточно боеспособных дивизий но оказавшихся не там и не тогда когда это надо было все это привело к на самом деле катастрофическому развитию событий для группы армии север поскольку такой поспешный отход который происходил в реальном январе феврале он не был запланирован не удалось удержаться на позициях которые заранее были построены имелись на луге фактически как бы они отзеркаливали советский лужский рубеж оборонительную позицию о которой мы говорили в приложении к 41-му году пришлось отходить уже до конца на линию пантеры и там приводить себя в порядок и надо сказать что это все прошло через смену командования группы армии север был снят кюхлер командующий группой армии север вместо него пришел модуль который был таким спасителем безвыходных ситуаций но по сути когда модуль прибыл на место он действовал таким достаточно своеобразным методом он говорил вот у нас есть стратегия щит и меч мы выводим дивизии с фронта образуем из них кулак наносим контрудар и переламываем все в свою пользу де-факто это все приводилось к отходу от рубежа к рубежу от рубежа к рубежу то есть он по сути вот этими всеми рассказываем про щит и меч а потом нет не получилось русские опять ввели там 100 тысяч монголов там 1500 танков ничего не получилось и вот такой был по сути отход но он особого тем не менее удовольствие командования группы армии севера имеется ввиду теми кто были бывшими подчиненными кихлера не вызвал бурных восторгов и о нем были такие достаточно отрицательные отзывы кроме того он довольно быстро утащил за собой еще несколько дивизий на украину потому что модули отправили на украину на этот раз деблокировать окруженного хубе и вообще нельзя не сказать что успехи красной армии на украине в значительной степени облегчили задачу ленинградского волховского фронтов просто по той простой причине что изменили соотношение сил то есть соотношение сил все равно было не лучшим надо сказать что если брать непосредственно те группировки которые оказались друг против друга то соотношение сил по людям не дотягивало до один к двум даже то есть это было достаточно напряженной обстановке проводился прорыв но тут сыграло еще именно качество качество тех того личного состава который участвовал в боях уже уровень его подготовки командного состава да и командного состава хотя высказывались определенные претензии вот опять же уточню значит что касается потерь потери в операции в целых двух фронтов плюс еще прибалтийского фронта который участвовал то есть на самом деле на огромном пространстве фактически всего северного крыла советско-германского фронта безвозвратные потери 76 тысяч шестьсот восемьдесят шесть человек и общий 313 тысяч 953 человек это до первого марта и это на самом деле который проходили и Красносельско Робшинско Новогородско Лужское Кингисепско Гдовское Старорусско Новоржевское то есть это на самом деле ширина фронта боевых действий 600 километров то есть эти почти 80 тысяч безвозвратных потерь приходится на фронт 600 километров и глубина продвижения почти 300 километров то есть это огромное пространство сравнимо с Багратионом да нас здесь в наибольшей степени нам интересны участие второй ударной мы проследили ее путь от рождения до того момента когда она стала триумфатором уже наступая с Ранинбаумского плацдарма действительно решив наконец-то вот эту проблему позиционного фронта в дальнейшем она действовала в Прибалтике и это уже как говорится совсем другая история опять же для оценки потерь имеет смысл еще посмотреть на то как дела были у 30-го гвардейского корпуса Симоника поскольку ну такой как бы микроуровень то есть с точки зрения 600 километрового фронта но потери у Симоника были на самом деле довольно тяжелыми за операцию то есть корпус в целом потерял 1652 человека убитыми и общие потери составили 8547 человек это всего-навсего корпус из трех дивизий если мы посмотрим какая из дивизий сколько потерял то например 45-я гвардейская стрелковая дивизия общей потери 3316 человек то есть по существует половина да почти половина состава это понесла самая тяжелая потеря 63-я гвардейская 2903 человека ну тоже на самом деле если понимать что масса народу находится там в всяких транспортных частях там в тылах с тем подвозы то это очень такие тяжелые потери ну и 64-я гвардейская стрелковая дивизия понесла наименьшая потери это 2305 человек общих из них 478 человек убитых то есть на самом деле вот корпус семняка он ценой достаточно тяжелых потерь сумел провести эту операцию действительно прорвать фронт даже захватили полковое знамя 240-го артполка 170-й пехотной дивизии ну как ты уже говорил все-таки немцы там 27 месяцев встроили укрепление и я не думаю что армия там 41-42-го года могла бы да могла бы такую оборону немецкую пробить и это как раз там и операции под соответственно Волховского фронта и операции под Ржевом говорят нам о том что в 42-м году Красная Армия такие рубежи не могла брать да так что действительно удалось прорвать оборону которая строилась 27 месяцев и обстановка на фланге советско-германского фронта под Ленинградом радикально улучшилась теперь уже город не подвергался обстрелам можно было восстанавливать промышленность что-то успеть выпустить но борьба продолжалась и хотя эта операция была одной в цепочке проводившихся в ходе боев за Ленинград в ходе битвы за Ленинград ее принято еще называть первым сталинским ударом я не согласен с вот этой классификацией 10 сталинских ударов она на мой взгляд устаревшая пропагандистская но вот так вот исторически осталось что это был первый сталинский удар то есть можно так сказать что это была заря 44-го года который стал действительно чередой триумфов Красной Армии на всем фронте от Финского залива до Черного моря были конечно и трудные моменты позиционные бои под Нарвой под Псковом и под Витебском и под Доршином в целом 44-й год был безусловно триумфом русского оружия и начался этот триумф с удара под Ленинградом операции которые иногда называют Нева иногда там Январский гром для нас это снятие блокад Ленинграда то есть когда город наконец-то стал мирным тем мирным городом который он был до 22 июня 41-го года спасибо Алексей до новых встреч до свидания до свидания до новых встреч 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 до новых встреч